Доброе утро! Мы на бульваре. Какие мы молодцы! Мы не просто гуляем, мы гуляем до Сахила. До Сахила это достаточно длинный путь. Сахила это станция метро. Мы идём не просто по городу этот путь проходим, мы идём по бульвару. Мы слушаем птичек. Мы смотрим на зелёную травку, на листики. Над нами желтеют, зеленеют, золотеют и краснеют деревья. Слева от нас море. Поют птички. Мы дышим чистым воздухом. Вокруг нас весёлые и здоровые спортсмены бегут, идут на велосипедах, делают зарядку руками, ногами, висят на деревьях, вытягивают позвоночник, на скамейках поднимают, пресс качают. Сплошной оздоровительный бульвар. Это здорово! Даже, вернее, не только спортсмены, но и дедульки, и бабульки, и ребята, и девчата. Все, кто хочет подышать утренним бульварным воздухом и сделать хорошие оздоровительные упражнения. У нас сейчас проходит ярмарка мёда с 10 по 10. Я очень-очень люблю мёд. Я его кушаю утром, с творогом. В общем, люблю мёд. Люблю, чтобы вкус был такой характерный какой-нибудь, чтобы он чувствовался такой вкусный. Не просто сладкий, а чтобы что-то было в нём. Короче, значит, я уже накупила шесть видов. Шесть видов мёда. Каштан, горный закаталы, гречка Украина, липа Украина, липа закаталы, киргизский эспарцет и ещё какой-то, что-то я уже даже не помню какой. В общем, шесть видов. Короче, всё, все виды очень замечательные, но всё-таки говорят, что никто из пчеловодов не выставляет настоящий мёд, потому что его очень мало. Его каким-то образом там разбавляют, что-то с ним делают, пчёл покармливают. Короче, я всё время вычитываю. Сейчас, секунду. Да, значит, я в интернете всё им открываю, пытаюсь выяснить, как же определить настоящий мёд. Как определить настоящий мёд, чтобы это был не какой-то там патока, не знаю что. Ну-ка, нельзя, иди сюда. Ну, пожалуйста, Бонифаций. Это уже на козинах. Не дадут спокойно записать. Да, значит, я вчера вычитала вот такой способ. Причём на двух разных сайтах. Берётся туалетная бумага, сворачивается вот так кусочек в несколько слоёв. Даже желательно, чтобы она была серой, чтобы на ней было видно влажное пятно. Если оно появится, оно появится. Вот, и на эту бумагу, значит, капаете с ложечки вот так горку мёда. Естественно, что он хотя бы не растечётся сразу, как вода. В общем, вот эта горочка стоит. Минут через 20 посмотрите. Есть ли вокруг капли, и вообще, если она растеклась, это вообще ужас. Если она не растеклась, но вокруг неё появилось влажное пятно, значит, там вода. Хороший мёд настоящий. Он должен так и остаться стоять. Никакой влаги не должно быть вокруг. Этих трёх собачек постоянно нужно пересчитывать. Только вернёшься на секунду. Уже две собачки. Короче, я взяла всё свои шесть медов и накапала. Накапала, и что вы думаете? Некоторые из них большим влажным пятном растеклись. Киргизский мёд, потом закаталый липа. Очень хорошо себя повели. Украинский мёд хорошо себя повёл. Была влага, но очень мало. Буквально миллиметр полтора. Это считается как бы... Ну, всё равно что-то там делают, разводят. Вообще, говорят, в этом году мало мёда, поэтому то, что мёд, 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 это они всё там что-то химичат пчеловоды. Ну, вот так. Теперь у меня в планах ещё докупить кое-что. Я хочу киргизский... Мне всё-таки понравился этот мёд. Хочу взять разнотравье горное. У них такой золотистый-золотистый мёд. В общем, я всё почитала, как он должен кристаллизоваться. Несколько медов, каштан, акация, они не кристаллизуются. Остальные меды, скажем так, должны в течение месяца-двух, даже бывает в течение двух недель, кристаллизоваться. Это настоящий мёд. Если подделка, он будет оставаться жидким. Он никогда не кристаллизуется. А у меня вот всё, что я брала в прошлом году, все эти меды, район, там всё, они как были жидкие, так и остались. Тягучие вот такие. Это неправильно. Это неправильно. Ну, я думаю, что вот, может быть, даже я сейчас и закончу своё видео на этом. Короче, люблю мёд. Люблю мёд. Потом что-нибудь ещё вам скажу. Ну всё, мы приближаемся к концу вульвара. На сегодня заканчиваем нашу передачу. Желаем всем всего хорошего, доброго. Осень в самом разгаре. Делайте свои осенние дела. Готовьтесь к зиме. Всего вам доброго. Что-то я охрипла прям. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Я, наверное, сегодня буду делать замечательные треугольнички из творога, творожного теста. Я куплю новую мисочку и запишу видео. До свидания. До новых встреч. И листики под конец. Когда ещё не было наших сыновей, справа Бонька, слева Чендер. Я сидя думала, как я хочу маленьких мячак, вот этих собачат. Когда они появились на свет, я вот до сих пор думаю, боже, какое чудо, какое чудо. Был один Макс. И это его детишки. Это чудо. Чендер, Бонечка, собачки. А вон папа. Он уже старенький.